28 рублей. Столько должен стоить литр бензина на Дальнем Востоке. К весне ценник на заправках в Хабаровске вырос до 33 рублей. Добиться снижения стоимости топлива автолюбители пытаются на специальных акциях. 100 просто цен на бензин. Последняя получила всероссийский масштаб. Помимо Хабаровска на улицы вышли недовольные автомобилисты Комсомольска-Наамури и Барнаула. Раньше на тысячу мы заправляли 45 литров бензина. Сейчас мы их заправляем. Даже 30 не влазит. То есть, ощущение даже не столько роста цен, сколько того, что с нами не считаются. То есть, нас не предупреждают. Нас просто... Ну, мы просто приезжаем на заправку и видим результаты. За два года стоимость 92-го в Хабаровске выросла почти на 10 рублей. Уставшие молчать водители перешли от слов к делу. Участники митинга собрали 70 заявлений в городское управление антимонопольной службы с просьбой дать объяснение постоянному росту цен на топливо. Нефтяники валят на государство, что они им корни режут, большие налоги ставят. А нефтяники валят на государство. Государство на нефтяниках. Больше половины нынешней стоимости бензина составляют налоги. Если вычесть этот процент из цены за литр, то стоимость бензина должна находиться в районе 17 рублей. Государство решило победить высокие цены другим способом. В конце марта в Госдуму был внесен законопроект о наказании руководителям уникальных компаний за ценовой сговор до 10 лет тюрьмы. Это не меры. Нужны реально механизмы. Нужно прописывать четко, где кто что должен делать, где что может делать, что должно делать государство. Расширить более полномочия УФАС, потому что они реально у них ограничены. В ближайшее время автомобилисты получат ответ от антимонопольной службы. Если он их не устроит, снова выйдут на митинг, к которому, как надеются в Хабаровске, присоединятся и в других городах в России.